День Траура 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 В Рязанском районном суде прошли учения по отработке профессиональных навыков Федеральной службы судебных приставов. Реальные истории легли в легенду учений. Всего было шесть разнообразных точек. Более подробно о повышении навыков и прохождении их расскажем далее. Я вообще находился дома. Вы там материал делаете, откуда их лебете? Злоумышленник схвачен, судья в безопасности. Эти действия судебные приставы доводят до автоматизма, пусть даже тренироваться приходится снова и снова. Никаких тренажеров, все ситуации из жизни. Залы заседаний тоже реальны. В Рязанском районном суде. Сегодня мы учим и в то же время оцениваем профессиональную подготовленность начальников отделов старших судебных приставов. После сегодняшнего занятия, как правило, традиционно у нас не остается неясных вопросов, поэтому на сто процентов начальники отделов после сегодняшнего занятия готовы приступить к самостоятельной работе на своих местах в районах Рязанской области. Поэтому оценивается и по гарнингу, и по схеме. Все действия пошагово прописаны в инструкции. Перед началом судебного заседания пристав обязательно проверяет зал. Смоделирована ситуация, в которой сотрудники отрабатывали поиск запрещенных и опасных предметов. Под подоконником, на потолке и под лавкой было спрятано оружие и взрывчатые вещества. Приставу необходимо было с помощью специального зеркала и фонарика обнаружить и обезвредить предметы. Инструкторское методическое занятие предусмотрено проведение, согласно наших руководящих документов, не менее двух раз в год. Как правило, проводим один раз в полугодие. Количество старших судебных приставов привлекаем на занятия все без исключения старшие судебные приставы, они же начальники отделов. С одной целью показать организацию правильности обеспечения установленного порядка деятельности судов, с тем, чтобы они могли на своих местах после данного занятия научить подчиненных судебных приставов организации обеспечения безопасности в зданиях, судах. Другие задачи согласно федеральному закону номер 118 об органах принудительного исполнения в Российской Федерации. Для повышения навыков на территории Рязанского районного суда было организовано 6 учебных точек. Разборка и сборка оружия, а также предотвращение чрезвычайных ситуаций. После завершения учений сотрудникам выставлены оценки и даны дальнейшие рекомендации для повышения навыков. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова